...миниума. Или всё-таки сначала мы начнём с духа? Одно другого не мешает. Если у людей будет достойная зарплата, как вы говорите, будут они нормально жить, как на Западе. Тогда не будет проблем оплачивать им школу, детскую спортивную для детей. И вот что сейчас говорили, приглашаем, да, португальца, там, за 30 миллионов, там, с большей цены платим. А почему не вырастет таких игроков в Воронеже? Сейчас в Воронеже сложилась очень хорошая ситуация для развития детского футбола. Детского и юношеского. Вот я поясню. Сейчас работают школы, ранее в Лусармском. Ни одна школа футбольная пока ещё не закрылась. Работают хорошие тренеры. Те, которые прошли выше, или, я считаю, что очень хорошие тренеры, есть в Воронеже, которые ещё, которые могли бы работать, но не имеют достойной оплаты, которые вынуждены уходить сейчас. Есть команда переходная, которая играет на КФК, это «Факел-2». Есть команда «Динамо», которая играет на КФК, более высокий уровень. Есть команда второй лиги «Лиски», есть команда первой лиги «Факел». Получала цепочка замкнута. О чём мечтали, мы всегда говорили, нужно создать такую цепочку развития. Вот сейчас вложиться вот это в самую нижнюю ступеньку развития детско-юношеского футбола, чтобы футболисты, закончив обучение в спортивных классах, могли пойти кто-то в дубль на какое-то время, чтобы там где-то, потому что ясно, что переход от детско-юношеского футбола, здесь мы теряем больше всего ребят. Смогли кто-то претендовать на «Факел», да, мы их ещё год-два держим. Кто-то не сможет претендовать на «Факел», есть команда второй лиги, которой также можно спокойно, тем более здесь не секрет, что футболисты сейчас что-то стоят. Я думаю, что воспитание каждого футболиста, который тренируется в детской спортивной школе, со временем всё это будет окупаемо. То есть, с вашей точки зрения, схема, механизм уже сложился, осталось только привести его в действие. Не благодаря, а вопреки, может быть, его никто не делал, но так получилось на сегодняшний день. Играют чемпионат области Воронежской, раньше играют одними взрослыми командами. Мы говорим, а где же смена? Мы волевым решением приняли такое решение, обязательно команда, которая играет в чемпионате области, должна иметь юношскую команду в первой группе. Стали иметь одну команду юношскую. Мы говорим, этого мало нужно ещё, нужна ещё одна команда. Опять волевым решением. И сейчас они привыкли и говорят, ребят, как вы правильно сделали, как хорошо. Мы когда-нибудь дождёмся того момента, когда воронежские болельщики кинутся опрометью в аэропорт или на вокзал и будут встречать команду «Факел» чемпиона России, как минимум. Я тут, наверное, скажу, Сергей Викторович упомянул цепочку, которая сейчас выстроена, команда третьей лиги, второй, первой и закончила на первом дивизионе. Когда у нас будет команда премьер лиги, тогда можно будет считать цепочку законченной и ждать вот такого результата. Я бы хотел сказать, я болельщик с 30-летним стажем, что в России таких городов, в которых болельщики такие, как в Воронеже, их одной руки хватит пальцев. То есть здесь как бы претензии к болельщикской среде, они необоснованные. Здесь мы играли во второй лиге, у нас таких в других командах в первой лиге не было сбора, да и в высшей. То есть нас единственное, что немного как бы огорчает, то, что известный на всю Россию футбольный клуб «Факел», мы считаем, должен всегда иметь поддержку в руководстве области. Но мы не всегда этого наблюдаем, не чувствуем как-то вот это вот. Я бы не сказал, что губернатор помогает массовому футболу, сегодня сказать можно смело. Ну, например, сейчас вот кубок губернатора мы в прошлом году впервые провели, в этом году будем второй раз этот турнир проводить. Он довольно массовый, все районы области там играют. Традиции для детского и юношеского футбола это все практически, на этом строится все. Мальчишек глаза должны гореть при одних таких именах. Правильно, правильно. Команда хорошая нужна, это очень большой стимул для развития любого вида спорта. То есть нужен маяк, на него потянутся. Хочется верить, сейчас ЦСКА выиграл кубок урифа. Я думаю, что толчок высшему руководству страны даст для развития, что действительно люди интересуются. Ну, смотрите, проводится даже, наверное, не секрет, все, наверное, знают. Олимпийские игры проводятся, где масса видов спорта, собирает такую же аудиторию, как чемпионат мира по футболу. То есть ЦСКА выиграл для всех и за всех. Да, это я думаю, что... И, конечно, в Воронеже должна быть команда. Я целиком полностью соглашаюсь с болельщиками, тем более они такие терпеливые. Им немного нужно. Даже в самые плохие времена, покажите потенциал хотя бы. Я помню еще, даже когда играли, может быть, не все получалось с командой, но был потенциал. Они ждали, чтобы вот сейчас команда его реализует, и потом появится какая-то возможность. Им нужно просто дать отдушину, чтобы они верили, что будет завтра. А чтобы было завтра у нас, здесь нужно начинать вот оттуда. Вот оттуда нужно начинать с детской и юношной футболки. Кресла не ломают, судьи не бьют, в общем-то, с лозунгами не выходят никуда. Поэтому ждут, правильно? Надеюсь, их обходили, когда злые люди захватили власть в нашем клубе. Можно сделать что-то уже сейчас, не дожидаясь больших денег и больших законов? Ну, оно делается, уже делается. Вот только что закончился турнир, его проводила российская газета. 7-6 команд 4 месяца подряд на наших стадионах играли, встречались, защищали интересы своей улицы, своего клуба, своей школы. И финал проходил здесь, на центральном стадионе. Сергей Викторович, а Вы уже на кого-то глаз положили в ходе чемпионата дворовых команд? Сергей Викторович там был, гостем постоянно. На всяком случае, туда были приличные тренеры, детские, юношеские школы, очень много. Ну, что-то интересное уже увидели. Ну, были, были, да, ребята сейчас, ясно, что из них будут приглашать кого-то уже, ну, там разные возрастные были игроки, группы, да, под своим группами. Были неплохие ребята, я думаю, что при соответствующей работе они могут уже пополнить школу. Вы говорите сейчас, что мало играют в футбол, я бы не сказал-то. Дело в том, что где есть свободные места, во дворе, там действительно играют. Есть группа, там, подготовки, можно сказать, которые готовятся, отбирают по районам, по дворам, вот это здесь тоже. Здесь тоже проводятся все у них соревнования, и есть отбор, вот эти, конечно, сейчас стало меньше, очень много дворов, можно сказать, закрылось. Именно для, не только для футбола, для спорта, ясно, то, что говорили, бадминтонную площадку легче построить, чем хотя какую-нибудь коробку. А кто-нибудь из вас уже лично сталкивался с тем, что вместо спортивной площадки в вашем дворе или в соседнем дворе выстроили новый дом, гараж или еще что-либо? Вот у меня сейчас во дворе заканчивается строительство дома, у нас была площадка, была коробка, к сожалению, от нее осталось, вот ее перегородили наполовину забором, и баскетбольное кольцо, было, ребята постоянно там, ну, со двора бегали, там что-то, мячик пинали, все. Я живу буквально совсем рядом со спорткомплексом «Энергия», где упоминалось уже вот поле стадиона трудовых резервов, тоже строительство заканчивается, ну, в средней стадии, скажем так. А было прекрасное поле, летом мальчишки играли, команда на команду. Вольский стадион. Да, вокруг много домов, это было такое единственное, ну, как бы, спортивное место этого района. Вот прежде чем построить дом, построить стадион рядом, где-нибудь, в другом месте, если хочешь там построить дом. Обязательно. Сделай взамен, тогда получишь эту площадку для строительства. Тогда получишь землю. У нас же чиновники по известным им причинам разрешают все это делать. Скажите, вот этот пункт может войти в закон о развитии массовых видов спорта? Ну, пункт, наверное, нет. Вот это обязательство? Да, да. Вот улица Петра Алексеевского. Раньше была спортивная площадка. Алексеев Женя там ее строил, она была освещена. Сегодня стоит так огромный дом. Где площадка? Нет площадки. Таких примеров масса. Радонид Александрович, ну как вот экологи воюют? Срубили одно дерево, ну, посадите вы 10 на месте. Ну, почему же там действительно не пойти по этому пути? Нам обещает генплан города когда-то на общественное обсуждение. И вот хотелось, чтобы вот с ответственным товарищами и с помощью вашей программы мы вот этот пункт не упустили. Вы в состоянии сделать так, чтобы генеральный план без этого пункта не был принят? Да или нет? С вашей помощью. Мы поможем. Что касается, допустим, сбора подписей, без проблем. А уверенность-то все равно нет такой, что будет это принято руководством области, руководством города. Как на уровне законодательства, так и на уровне государственных структур. Вот зарождается новое движение наше. Вот обратиться к ним, пусть они и нам помогут в этом деле. Будущее страны это молодежь. Поэтому если молодежь будет здоровой на самом деле, что будет вовлекаться в массовый спорт, то действительно победы наших клубов, победы нашей сборной, наши общие победы будут. Наших городов, наших вузов, наших школ. Безусловно, победы нашей страны, прежде всего нас. Мы бы сказать только одно. Объединяйтесь. Пресса вас удовольствует. С удовольствием. Раньше лозунг был. Пролетари все страны объединяйтесь. Значит, футболисты и болельщики все страны объединяйтесь. Но мы подведем итоги. За последние годы мы как-то смирились с неудачами и поражениями. И просто истосковались по хорошим новостям. Нам всем надо распрямиться и расправить в плечи. И в буквальном и в переносном смысле. Спортивные победы отличный повод для этого. Но для того, чтобы эти победы были не исключением, а правилом к ним надо заранее неплохо подготовиться. И за дни в день готовиться всем вместе, сообща. И спортивная площадка для этой разминки на будущее, она вполне подходящий объект.